Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект телеканала «Арктик ТВ», мне радиостанция «Рекорд», я и ведущий Николай Дукмос. В гостях у нас сегодня директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Жилищное объединение Мурмана», а также председатель комиссии по экономическим, экологическим, правовым вопросам общественной палаты Мурманской области Денис Яковенко. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Наверное, вам все-таки надо будет чуточку поближе сесть к микрофону, как мы с вами обсуждали, чтобы наш линейный ведущий с ума не сходил. Вот теперь вообще хорошо вижу ее улыбки. Хорошо слышно, да? Отлично слышно. Мне-то вас вообще слышно замечательно, но теперь не испытывают проблемы наши слушатели и зрители. Сегодня мы с вами поговорим о тех, какие проблемы решает вышеназванное объединение, в чем вообще суть этой организации, какие проблемы у нас сейчас стоят, особенно остро в жилищно-коммунальном вопросе. Ну и стараясь как бы и от частного к важному, я скользясь как бы перефразирую эту фразу. Поэтому надо учитывать только один важный момент. На все про все у нас 28 минут прямого эфира. Мы вряд ли успеем точечно и детально разобрать все вопросы, но, по крайней мере, постараемся это сделать. Хорошо, давайте попробуем. Конечно, все вопросы мы не успеем за 28 минут, но основные системные проблемы, я постараюсь осветить, что мы решаем, что удалось сделать, что еще планируем сделать. Правда, вводную часть все-таки необходимо сделать, но уже в первую очередь не для меня, не для вас, а для тех, кто присоединился к эфиру. Напомнить наши контактные данные о том, что вы всегда можете написать свои вопросы или комментарии на вышеобозначенную тему в наш телеграмм, привязанном к номеру плюс 7 921 708 20 06. А также вводная часть, которая является необходимой в конкретно сегодняшнем случае, потому что в рамках открытой студии мы осуществляем такую любопытную коллаборацию. Наши коллеги, журналисты информационного агентства «Северпост» запустили медиапроект «Кто хозяин в доме?». То есть мы с радостью к нему присоединились. Проект поддержан Министерством информационной политики Мурманской области и направлен на освещение темы развития ТСЖ, Советов домов и совместной работы северяно-управляющих компанией. Только сообщаем, мы сможем сделать жизнь в нашем регионе комфортнее. Такой заключительный слоган этой вводной акции. К слову, вы с ним согласны? Только сообща это можно сделать? Я с ним очень согласен. Во-первых, у нас такой же слоган, что только сообща это можно сделать. Как раз мы в своей работе отталкиваемся от того, что должны принимать участие в решении проблем жильческого коммунального хозяйства. Жители, мы собственники, помещения, управляющие организации и органы власти. Только исходя из вот этих трех звеньев, можно решить проблемы с ЖКХ. И я понимаю, почему правительство Мурманской области запустило этот проект, кто в доме хозяин, потому что напрашивается какой ответ. Вот вы бы что ответили на этот вопрос? О, вы знаете, я бы растерялся. Вот не что, на лукаве, я, конечно, острый на язык, и мог бы сейчас вам отшутиться, но хороший вопрос. На самом деле, напрашивается ответ, кто жильцы, мы с вами. Но на самом деле это не так. Но вот он неубедительный ответ. Да, он неубедительный. На самом деле это не так. Почему? Потому что со времен еще Советского Союза, когда хозяином в доме было государство, юридически-то у нас все поменялось, да, то есть юридически у нас хозяином в доме является жилец. А фактически еще многие жители надеются на государство, на помощь государству. Здесь государству приходится органам власти брать на себя это бремя ответственности и выступать, так скажем, заказчиком для управляющих организаций, что нужно сделать в том доме, что нужно сделать в том доме, как раз из-за пассивности их жильцов. И одна из наших проблем или вопросов основных, которые мы пытаемся решить, это чтобы жители были активнее, чтобы мы с вами, кто живет в многоквартирных домах, чтобы мы активнее занимались своим домом. Потому что дом — это единый организм, и от нас всех зависит его благосостояние и будущее. Да, я думаю, вы согласитесь с тем, что есть только определенный момент, как привычка. Вы не зря вы это отметили, я очень рад, что вы сейчас это подчеркнули, о том, как это было принято тогда, какие нормативные решения мы наблюдаем сейчас. А жилец понимает, что за дом есть кто-то ответственный. Там государство или управляющая компания, или вообще какое-то третье лицо. Я имею в виду, для конечного потребителя, для жильца дома — это некие уже эфемерные личности. Это организация, структура, которая вроде бы как-то что-то должна делать. И очень часто приходит к вопросу о том, что в действительности жилец должен быть активен. Что многие, если прошедшие социальные сети, что я, собственно, сделал перед тем, как мы с вами сегодня должны были встретиться, задают вопрос. Я не говорю, что я его разделяю, или я сейчас озвучиваю позицию радиостанции, но один из тезисов, который звучит, то есть я за все плачу, если мы говорим про ответственного налогоплательщика, то мне еще нужно лазать по каким-то ресурсам, выискивать какие-то проблемы в своем доме, кому-то писать, куда-то что-то делать. Люди встают в позу. Это неправильная позиция? Это неправильная позиция. Первое, начнем с того, я за все плачу, и, соответственно, мне должны все обеспечивать. Это не так. Мы еще где-то в 2017 году на базе СРО рассчитали экономически обоснованный тариф. Что такое экономически обоснованный тариф? Это то, сколько денег требуется на данную услугу. Рассчитывается, например, экономически обоснованный тариф для общественного транспорта, и мы платим где-то в полтора раза меньше, чем обходится проезд на автобусе, на троллейбусе. А остальное доплачивает правительство Мурмановской области. То же самое по коммунальным услугам. За отопление мы платим, дай бог, 50%, потому что оно зашкаливает, и так отопление достаточно дорогое из-за мазутозависимости. Но мы оплачиваем только 50%, а остальное также заплачиваем правительство Мурмановской области. По жилищике такая же ситуация, то есть экономически обоснованный тариф в 2-3 раза больше, чем мы платим сейчас. Поэтому мы с вами платим где-то только 30-50% от той платы, что требуется. Поэтому, придя в магазин, вы хотите получить буханку хлеба, а в итоге платите за 1 треть этого хлеба. Поэтому здесь уже неправильная постановка вопроса. Это первая тема. А вторая по поводу активности жителей. Я очень рад, что у нас развивается именно обратная связь с жителями. Это хорошо заметно именно по социальным сетям ВКонтакте, где очень многие жители оставляют свои обращения. Да, это правда. Весьма активно. А жалобы особенно реагируют на оперативки губернатора Мурмановской области, которые проходят по недельникам. У нас очень хорошо зарекомендовал себя портал НашСевер51, где тоже можно оставлять обращения, жалобы, голосовать по проектам благоустройства. Я сам там несколько раз и голосовал, и обращения оставлял. И очень хорошо себя показал ЦУР, Центр управления регионом Мурмановской области, который все это аккумулирует с помощью системы инцидент-менеджмент, выцепляет основные жалобы, направляет их в предприятия жилищно-коммунального комплекса и муниципалитета, их отрабатывает. И управляющие компании, которые входят в ЦРО, они одни из самых первых подписали соглашение с ЦУРом на обработку этих жалоб. И многие наши компании сами пришли в социальные сети, пришли в контакт и оперативно отвечают на жалобы жителей. Это помогает быстрее решать проблемы жителей. Это вопрос, который напрашивается автоматически в следующем. То, что структура, алгоритм взаимодействия, он очень сильно возрос с цифровизацией, с приходом на цифровизацию не просто в какие-то точные моменты нашей бытовой жизни, а вот на такие структурные, на позиции переместившись. Тут вообще вопросов не возникает. Теперь инстанции могут взаимодействовать на лету, буквально друг с другом, как говорится, на ход ноги, а не как это происходило ранее. Вопрос в том, оперативность не ответов, а уже физического реагирования на действия, она тоже выросла? Выполнение. Так скажем, обращение жителей можно разделить на две темы. У нас, прежде всего, занимаешь предприятиями жилищного комплекса, нужно разделять жилищику и коммуналку. Это две разные буквы. Ж и КЖ. Это управляющая компания, коммуналка, это ресурсоснабжающая организация. Ресурсоснабжающие организации, они всегда как бы были поддержаны государством. Это ежегодная индексация тарифов, и это и субсидии от органов власти. Управляющие компании представлены сами по себе. Поэтому жилищная сфера, она гораздо более, так скажем, проблематична, чем коммунальная сфера. И, соответственно, от этого надо исходить, что тариф, который у нас по жилищному кодексу, он так и называется. Тариф за содержание и текущий ремонт. Или за содержание и ремонт. То есть, здесь две составляющие. Содержание – это уборка, уборка придомовой территории, уборка подъездов, косметика, да. А текущий ремонт – это вот кровлю залатать, если там дырка образовалась, межпанельные швы заделать, подвал очистить. Так вот, с содержанием проблем нет. Все, что реагирует, убрать там окурки, пакеты, мусор, подмести, вымыть окна, еще что-то сделать. Зимой снег, летом весной песок. Это все без проблем. Здесь реально оперативность выросла, потому что нет вот этого бюрократического прогона документов, писем, обращений, сроков. Ну, простыми словами, сказано – сделано. Да, сказано – сделано. То есть, по содержанию проблем нет, это все выполняется практически на 100%. Проблемы возникают с текущим ремонтом там, где нужно вкладывать большие деньги. Зачастую большинство жалоб касается кровель, кровель, которые текут. И это не просто залатать один или полквадратных метра на кровлю. Это зачастую нужно перестелать половину кровли, которая стоит космических денег, которые дом не генерирует, который не собрать. Потому что жил фонд старый, потому что тариф низкий, потому что капремонтом никто не занимался до определенного времени, так скажем. У нас программа капремонта возникла с 2014-2015 года, как раз благодаря нашему губернатору, когда Андрей Владимирович был заместителем Министерство строительства Российской Федерации. Он эту программу реализовал по всей стране. И благодаря этому мы сейчас имеем возможность платить не такие большие деньги за капитальный ремонт, получать капитальный ремонт многоквартирных домов. Это очень такая большая помощь, поддержка для всей жилищной отрасли. Ну, то есть, это та история, которая в любом случае требует времени для того, чтобы аккумулировать весь этот ресурс. Просто начали не так давно. Потому что 25 лет многоквартирных домов никто не ремонтировал, за ними, так скажем, не следит, потому что это большие деньги. И сейчас, конечно, за три года это просто нереально сделать. Отчасти к этим вопросам мы еще вернемся. Но сейчас, возвращаясь к представленной в самом начале эфира теме, я поймал себя на мысли, что, возможно, на многие наши радиослушатели или телезрители не до конца понимают то, о тех организациях, о которых мы говорили с самого начала. То есть, сама формулировка «Желечное объединение Мурмана». У меня здесь указано, что организация работает саморегулированной с 2010 года. В нее, если я все правильно понял, входит ряд других организаций. СРО объединяет управляющие организации, прежде всего, подрядные организации, расчетные центры. Возникла в 2010 году, когда наиболее популярна была в стране система саморегулирования. На эту систему перешли оценщики, арбитражные управляющие. И последняя отрасль, которая перешла на это регулирование, это строительная сфера. Потому что лицензирование это достаточно дорогостоящее мероприятие для федерального бюджета. И в чем еще проблема лицензирования? Она не решает проблемы. Она наказывает, отбирает лицензии, фильтрует компании, что строительные, что управляющие, что арбитражных управляющих. Но проблемы не решают. И в 2010 году тоже как раз создавались СРО по всей стороне управляющих компаний. Управляющие компании должны быть обязательно состоять в СРО. Но так получилось, что система саморегулирования строительства себя немножко дискредитировала. Ожидалось, что пропадут вот эти дома на стадии котлована, которые жители вкладывались в дома на стадии, на постройку дома на стадии котлована. Их потом кидали, так скажем, извините за выражение. И начались вот эти бунты по всей России. Как раз СРО аккумулируют добросовестных строителей, строительное СРО, формируют компенсационный фонд, если вдруг кто-то оказался негодяем и не достроил дом, за счет чего потом другие скидываются, достраивают этот дом. Эта система не заработала. И тормознули, соответственно, саморегулирование управляющей компании. Вели лицензирование. И только сейчас, спустя 10 лет, возвращаются к теме саморегулирования, да, на поручение Министерства Российской Федерации, чтобы внедрить систему саморегулированности для управляющих организаций, чтобы управляющие компании обязательно стояли в СРО. И сейчас, решающие полномочия будут передавать СРО по всей стране. Зачем мы, так скажем, будем следить, наблюдать, контролировать, какие вопросы мы будем решать. Да, вообще, сложно будет процесс? Я имею в виду вот так сходу, что это для управляющих организаций? Для них это полностью переход на некие новые рельсы взаимодействия? Нет, система лицензирования она останется, по крайней мере, на стадии квалификационных аттестатов, выдачи и лишения лицензий. Но все понимают, когда я пришел в СРО, с чего я начал свою работу? С опроса управляющих организаций в Мурманской области. Что же вам, такие хорошие люди, мешает качественно выполнять свою работу? И каков был ответ? Ответов было 10 пунктов. Мы составили программу перечисленных вопросов и 10 пунктов, которые мешают. Это и низкий тариф, низкая плата, это и общедомовые нужды, то, что за общедомовые нужды платит управляющая компания, это и рейдерский захват и переход домов от одной компании к другую по поддельным протоколам, это и износ сетей, жилищного фонда, старые дома, которые у нас не строятся уже несколько лет, и много таких вопросов было 10. Сейчас, я общаюсь не только с компанией Мурманской, я периодически держу по области, до Кандалакши, до Никеля, Заполярного, Апатит, общаюсь с управляющими компаниями региона, других мультипалитетов, проблемы, по сути, у всех одинаковые, только вот за эти 10 лет перечень проблем вырос с 10 пунктов до 27 пунктов. Давайте поставим паузу небольшую, я был уверен, что вы сейчас скажете, мы их, допустим, сократили до 3, у нас аж плюс 17 пунктов, а часы показывают, что еще плюс 3 секунды, и мы с вами заедем на рекламный блок, чего мы допустить не можем, поэтому мы прервемся на 3-4 минуты, или 2-3, после чего продолжим беседы, не переключайте, фейм-волмы и свой телеканал, мы совсем скоро. Реклама Продолжать говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала Арктик ТВ, радиостанция Рекорд, я ее ведущий Николай Докмос, напомню, в гостях у нас сегодня директор саморегулируемой организации некоммерческого партнерства Жилищное объединение Мурмана, также председатель комиссии по экономическим и экологическим правовым вопросам общественной палаты Мурманской области Денис Сековенко. Также напомню, что общаемся мы сегодня в рамках проекта, медиапроекта «Кто хозяин в доме», который получил большую поддержку проекта наших коллег на журналистов «Северпост», получил поддержку от Минформы и других инстанций для того, чтобы в рамках СМИ, как минимум сейчас, мы могли присоединиться и обсудить важное насущение. Мне пришлось вас остановить перед выходом на рекламу, когда мы обсуждали проблемы, вот у вас при общении с ЖКХ, когда вы приступили с правящей компанией, когда вы приступили к должности, спросили и задали им вопросы, это такое небольшое объяснение для тех, кто присоединился к эфиру только что, о том, что вам мешает хорошо работать, получили целых 10 красноречивых пунктов. В прошлое время их стало 27, я ничего не перепутал. Ничего не перепутали, все так и есть, но отчасти то, что изначально было 10 лет назад, ну, 8, 10 пунктов, это в какой-то мере наши недоработки. Мы сначала начали с областного центра, а потом уже, когда пошли в область, добавлялись немножко областные, такие региональные проблемы, плюс мы, так скажем, стали уже скрупулезнее ко всем этим вопросам подходить, плюс, как я уже говорил в первой части передачи, лицензирование, оно не способно. Решать проблемы ЖКХ, оно способно только, так скажем, наказывать виновных. Ну вот, вы заметили, как за 5 лет в лучшую сторону изменилось жилищное хозяйство региона? Вы знаете, хороший вопрос, потому что я не могу на него ответить категорично. Многое зависит от района и конкретного дома, на который ты смотришь. То есть я конкретно знаю примеры домов, которые очень сильно изменились. То есть в них прям хочется въехать, а не обходить стороной с иконой и святым распятием рядом с ними. А есть дома, которые находятся в настолько бедовом состоянии, что плакать хочется? На самом деле, так и есть. Точно, где-то что-то меняется индивидуально, зависит и от муниципалитетов, от районов, от организаций, а где-то все остается по-прежнему. Но мы стараемся, прежде всего, решать системные проблемы, которые общие для всей отрасли и для всех управленческих организаций региона. Самое первое, с чего мы начали, так скажем, которое стояло перед нами 10-12 лет назад средиуправящих компаний Мурманской области и города Мурманска пошла, так скажем, такая хорошая, как правильно сказать, система, конкуренция пошла. Раньше, какого-то, ресурсников их мало, да, они достаточно хорошо выполняют свои обязанности. Здоровая конкуренция. Здоровая конкуренция. У нас запустили эту здоровую конкуренцию в город Мурман, где было 3 управляющих организаций, а в итоге стало 33, а сейчас 50. в итоге каждый желающий, который имеет 10 тысяч на уставный капитал, стол, стул, на аренду офиса, начал управлять домами, которые не так сложно получить по протоколам. И все это привело к тому, что у ресурсников начали воровать деньги. Самая основная проблема, которая была 10 лет назад, это воросток ресурсных денег, потому что ресурсные деньги, а у нас в жилищном тарифе 80% это плата за коммунальные услуги, только 20% это плата за жилищную услугу. А кое-где даже зависит от жилищного тарифа и меньше. 85% это коммунальные услуги, а 15% это жилищный тариф. Поэтому нерадивые управляющие компании получили доступ к ресурсам и деньгам, во все их пользовались, и наша задача была устранить этот перекос и избавить область от таких вот, так скажем, злоупотреблений. Хорошо поработали правоохранительные органы, очень много было уголовных дел, директоров сажали, управляющие компании. Хорошо удалось решить вопрос с правительством, с губернатором, еще тогда с Мариной Васильевной, Ковтун. Мы с самым первым регионом пришли на прямые платежи, где жители стали платить напрямую ресурсно-оборажающим организациям, управляющим организациям. Да, появилась не одна квитанция, как раньше, да, единая квитанция, появилось 5-6 квитанций, но в итоге деньги дошли до ресурсника, и вот эта как бы проблема с воровством денег, она была решена, это вот такая самая первая основная проблема. Потом начали решать другие проблемы, это бойлеры. У нас на 20-й год было около 30 выборковных бойлеров, неработающих бойлеров в многоквартирных домах, то есть 30 домов города Мурманска, жители сидели без горячей воды по полгода, по году, а где и по два года. Вот благодаря пониманию позиции правительства, которые мы озвучили эту тему, была выделена дополнительная субсидия 30 миллионов рублей, то что один бойлер стоит 1 миллион рублей, и они были заменены, а чтобы на будущее такая проблема не возникала, в постановлении правительства Мурманска области закреплена стопроцентная субсидия на замену бойлера. То есть в случае, если где-то сейчас накрывается бойлер, так что его не можно починить, ему нужна замена, на него сразу будет изъятая сумма нужна. Да, будет распространяться эта субсидия, потому что они такие большие деньги для Минстроя Мурманска области, для бюджета и для фонда капитального ремонта, найти 1 миллион рублей для замены бойлера, но зато целый дом, он будет всегда обеспечен горячей водой. Это большая поддержка, большая победа, хорошая. Ну и вправду этим стоит гордиться. То есть на момент времени у нас нет проблем с бойлерами, если взять брать наш город. На сегодняшний момент у нас практически нет проблем с бойлерами, то есть она с момента решения 30 бойлеров, проблем с 30 бойлеров и появления этой субсидии, она практически решена по всей области. Это те серьезные проблемы, которые удалось решить. Я подчеркну, что серьезные, потому что прекрасно мы все понимаем, что будет, если люди, которые обеспечивают дома ресурсами, не будут получать деньги, это не значит, что где-то какой-то, как многие представляют, большой дядька с крупным кошельком сядет и обидится, заплачет. Речь идет о том, что вся работа и взаимодействие по обеспечению нас самым необходимым ресурсом, помимо еды и воды, которую мы потребляем чаще всего, покупая в магазинах, мы будем этого лишены. То есть работа не может быть эффективной, не может быть выполнена в срок, если она не подкреплена, но необходима финансовая дотация. Если этот вопрос удалось решить, полностью решить или близки к полноценному решению, это замечательно. Тут вопросов нет. Хотя я, конечно, помню, что и момент с новым количеством квитанции тоже поначалу вызывал определенные диссонансы, но как-то вроде более-менее перебороли, по крайней мере, судя по соцсетям, сейчас это уже не такой резонансный вопрос. Сейчас решаем вопрос с текущими кровлями, как раз вот осенью, когда идут сезон дождей, много жалоб на текущие кровли. Выяснили, что оказывается, связано с тем, что сам жилфонд достаточно старый, плюс программа капитального ремонта, которая версталась в 2014 году и которая не подлежит изменению, там не совсем правильно кроп был посчитан износ крови, или они не совсем правильно были включены в перечень ремонта. Математическая ошибка? Не столько математическая, сколько человеческая. Изношенные кровли, наиболее изношенные кровли не попали в первоочередные годы, в 15, 16, 17, а попали на 30-е года, когда расставляли приоритет, что ремонтировать в первую очередь. Была такая ошибка, что сначала ремонтировали фасад, сначала фасад попал в ремонт, а потом кровля. Что получается? Ремонтировали фасад, красивый фасад, кровля не ремонтирована, соответственно, вода с кровель стекает на фасад, фасад приходит в негодность. То есть, первое устранили вот это, сначала обязательно ремонтируется кровля только потом фасад, ни в коем случае. А второе, вот тоже дошли до правительства, до губернатора, постановление правительства Муромской области, создана комиссия при Минструе Муромской области, которая имеет право переносить работы с более дальнего срока с 2040 года на текущий срок 2023-2024 год. И 90% нашей работы, я член этой комиссии, как раз занимает перенос кровель, которые текут на более ранний срок. То есть, это безапелляционное решение, если вы считаете, что вот тот дом, тата кровля в приоритете от вышеустановленного плана, вы можете все это менять? Капитальным ремонтом считается тот ремонт, если оно составляет более 50%. Необходимое экспертное заключение и строительные организации, которые такие готовят, и по заявлению управляющей компании, либо жильцов, либо фонда капитального ремонта, мы переносим работу на более ранний срок. Есть только один нюанс. Это активно программа работала в прошлом году более 100 видов работ, 90% это кровь, 90% работ по кровлям было перенесено на более ранний срок. То есть, жители 90 многоквартирных домов получили, кто-то уже в 22-23 году, крышу над головой текущую. Но это все зависит от финансирования. В связи с резким ростом строительных материалов, которые мы наблюдаем сейчас, тот взнос, который у нас было повышение взнос на капитальный ремонт год назад, съел рост строительных материалов. И просто отсутствуют деньги в бюджете фонда капитального ремонта на перенос, на добавление новых работ. В каких-то муниципалитетах они еще сохраняются, вот по Мурманску все выбрано уже чуть ли не на год вперед. То есть, ситуация такова, что если сейчас обнаружится там еще какая-то ошибка была, где-то кто что-то недосмотрел, ну, где-то наошиблись в расчетах и какой-то дом окажется в критическом состоянии, его не смогут починить? Его будут латать текущим ремонтом за счет управляющей компании, что управляющие компании очень не любят делать, потому что, как я уже говорил, это не залатать один квадратный метр, не полквадратного метра. Ну, и вы говорили, что это прям сумасшедшие деньги. А течь может быть, соответственно, там через 5-10 метров от того, где там какая-то дырка. Иногда приходится перелатать полкровли. То есть, будут латать силами управляющих организаций, что, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что это тоже деньги на ветер, это не то, что должны делать управляющие компании, вот такие капитальные ремонты. То есть, вопрос финансирования, это еще одна тяжелая, тяжелая структурная проблема, которую пока не удается решить? Он стоит очень остро, да, находит, удается находить решение, очень много субсидий, мы видим, из областного правительства, из областного бюджета. Это касается на ремонт подъездов, были, одно время программа работала по текущему ремонту подъездов, и у нас с прошлого года, и в этом году активизируется ремонт подъездов, мы видим, как благородливается наш город, какие красивые стали подъезды, благоустроенная территория, такого никогда не было. Ямочный ремонт, который уже третий год идет, потому что управляющие компании, асфальт очень дорогой, управляющие компании не могут за счет того тарифа ремонтировать асфальт, и тут тоже правительство пришло на помощь, и наиболее крупные ямы, серьезные, у нас за счет областного бюджета в городе заделывают. Давайте попробуем подвести небольшой итог. За годы работы перечисленные получилось выйти на прямое взаимодействие с управляющими компаниями в обязательном порядке, и вместе с этим осуществлен диалог еще и с правительственными высшими инстанциями, что как бы в аккумуляции всех этих сил помогает решать определенные вопросы. Однако это не говорит о том, что все вопросы удалось решить с легкой руки, так как многие проблемы несут за собой такой многолетний шлейф от самого строительства домов до не совсем корректного подхода к реализации финансированной ремонтной части. И это то, на чем сейчас акцентированы все силы вышеуказанной организации. Все правильно, так оно и есть. Есть понимание со стороны управляющих организаций, есть понимание со стороны органов власти, правительств Моромской области, и сейчас еще брошены основные силы на разъяснительную работу именно с жителями, с населением, потому что многие жители по старинке думают, что им государство должно, я плачу, вот с чего мы начинали, я плачу вот эти 30% платы, считаю, что этого достаточно, и вы должны мне все сделать по первому моему требованию. Зачастую это вина, так скажем, политиков, которые вот просто не любят принимать непопулярные решения, и просто идут на поводу у жителей, когда вот, так скажем, я хочу сказать про штрафы, вот это наша проблема, когда пытаются все штрафами загасить, одно время у нас была такая тенденция, сейчас, слава богу, она уходит. Ну вот именно вы уже сегодня об этом говорили, да, это не решение проблемы, это мера. Не всегда применение какой-либо меры ведет к желанному результату, однако я предполагаю, что я буду прав, высказав мнение о том, что это уже для более широкой беседы и несколько на другое направление для наших с вами теоретически дальнейших диалогов, потому что этот подошел к своему финалу. Насколько это вообще возможно, мы уже на полторы минуты убежали вперед. но я надеюсь, что жители области меня поймут, я хотел донести до них все сложные ситуации в жилищной сфере, не зря проблемы ЖКХ на первом месте и в Мурманской области мы это видим по оперативкам губернатора, где ЦУР отчитывает, всегда они первое место занимают, да и по стране входит в тройку проблем наряду со здравоохранением, совместными усилиями мы их всего добьемся. Я считаю, у вас получилось донести. Благодарю за визит, было очень приятно пообщаться. Всего вам доброго. Спасибо, что пригласили, до свидания.